приветствую вас на канале звук будет такой записываться с камеры и сегодня с распаковка вот такой вот огромной посылочки с довольно интересным продуктом и что же это такое это у нас новенький 3d принтер ender 3 pro я говорил что мой принтер aneta 6 меня не особо радует и наконец-то решился заказать новый принтер выбор пал именно на enter 3 потому что это в данный момент считается самым хорошим принтером из бюджетной линейки он очень популярный в основном положительные отзывы и надеюсь все будет хорошо есть еще ender 3 просто без про дешевле там на две-три тысячи отличия потом покажу но себе решил взять именно enter 3 pro и в этом видео мы его распакуем посмотрим что внутри и дам по нему некоторую информацию поехали свой он это 6 я попытаюсь продать авито я думаю мне он то есть не нужен так здесь мы наблюдаем такой вот мягкий материал тонкий здесь крышка все отлично упаковано это у нас так типа гарантий ник наверное до гарантия указано тут что-то с qr-кодом здесь тоже qr-код facebook описание комплектующих текс и видимо инструкция по сборке снимать процесс сборки я не буду в этом смысла не вижу учитывая что он популярно я думаю это есть информация в интернете и давайте смотреть что у нас здесь так вот у нас коврик магнитной подложки шершавый блок питания достаем отличие основное от простой версии эндер 3 это то что блок питания должен быть минвал фирмы который хорошо себя зарекомендовала и надпись у нас что спрятана что ли так ну это обязательно сниму посмотрю чтобы там точно была фирма минвал написано иначе будут вопросы так кабель питания обычный здесь несколько метров видимо пла пластик так эндер 3 pro english маркировки никакой не видно так списке комплектующих тоже просто он нарисован а что это такое вроде бы не сказано ну ладно так далее у нас тут флешка эндер 3 pro написано вот эти штуки не помню как они называются и также сопла скорее всего на 0 4 миллиметра так также концевик z оси и что еще так это у нас для ремня один из роликов и его крепления далее стяжки ключи что-то в картонке в картонке у нас как они бокореза синие как и были в комплекте не помню с чем то ли спринтером то ли с гравером скорее всего спринтером с анетта 6 и набор винтиков гайчик далее какая-то несущая выполнена из что это у нас скорее всего алюминий какой-то металл судя по плотности не акрил как он это 6 так это у нас направляющие вот еще одно отличие версии так это тонкие направляющие две штуки еще одна тонкая они тут опять же две штуки а она там центральная отличие от версии простой эндер 3 без про это направляющие вот это на столике на больше это я еще покажу шпатель здесь дисплей такой дисплей большой здесь плата с обратной стороны открыта есть 3d модели корпусов специально для этого принтера чтобы закрывать плату и энкодер с кнопкой дальше едем уберем эту штуку и и так здесь у нас какая-то и засеяли какие-то два шаговые двигателя на этом есть концевик двигатель и маркировку на дом говорит не надо я думаю нет смысла так и что нас целиком да видимо целиком все остальное подключено здесь у нас хотенд установлена уже сопла какое-то диаметр не знаю не скажу три ролика отличие вот он это 6 это то что как он называется но подающий механизм то есть он не здесь не на экструдере а он вынесен и укреплен на рамке и его через эту трубочку подается пластик им то есть мотор оттуда толкает трубочку сюда и здесь уже в нагреватель в экструдер выдавливает плюс такого метода в том что головка стала легче то есть можно делать больше ускорения для печати но это не особо кто пользуется минус в том что нельзя печатать пластиками которые довольно гибкие там нейлон и прочее но мне это не грозит я так думаю я печатаю обычными пластиками здесь у нас два вентилятора раз и два тут типа ракушки ну думаю он шумный посмотрим то есть это у нас обдув сопла и это у нас обдув экструдера так еще движок установлены вал здесь нет особых как на aneta 6 конструкция вот этой втулки что она немного может выровнять положение движка и валов которые в него вставляется здесь такого нет довольно жесткая конструкция и видимо наконец доставать стол подождем да вот он весь он целиком такая штука сейчас покажу здесь что осталось это ручка для крепления катушки с пластиком на верхушке принтера в сборе потом все это конечно покажу тут у нас один вал всего один спрятан в такой трубки резиновый всего один вал и все больше ничего у нас здесь нету упаковку складываю обратно и еще раз рассмотрим столик с этим все понятно тут у нас провода стену туна стяжку столик здесь катается тут уже все натянуто нормально шаговый мотор концевик с этой стороны ролик здесь у нас что тут у нас блок с электроникой по попом на камеру скорее всего показывать не буду но его обязательно открою крышку посмотрю все ли там в порядке кому интересно что там внутри повторяю это очень популярный принтер и вы можете найти без проблем его обзоры более прописать профессиональные в том числе на просторах интернета магнитные коврики здесь тоже какое-то такое покрытие видимо специально и прикольно а чё магниты по идее теряют свои свойства при нагреве до высокой температуры посмотрим не имел опыта так вот таким вот образом перевернем мощность стала 220 ватт написано здесь что удобно такие большие ручки пластиковые для настройки для регулировки стола он это 6 там простые барашки и довольно неудобно здесь большие думаю проблем не возникнет ролики 1 2 по 2 с каждой стороны катаются вот поэтому центральной массивной направляющей отличие еще от простой версии ender 3 том что здесь она массивнее не знаем сколько это помогает ну возможно надежность возрастает тут идут контакты вся электроника здесь отсюда идут контакты на подключение остальных датчиков моторов и дисплеем вентилятор здесь стоит внизу здесь у нас ножки из мягкого материала на четырех точках крайних то есть внизу пространство есть нормально и они демпфировать тоже вот вибрации по идее не дает снять почему-то что-то еще с боков держит видимо сверху еще крышку нужно откручивать на с обратной стороны здесь еще два таких болтика и а вот до 2 тоже можно набраться ладно давайте разберем тогда крышку снимем выбор мой пал именно на ender 3 после обзора точнее видео дмитрия соркина которые уже рекомендовал канал по 3d принтером вроде толково все говорит много стримов собирает много разных принтеров и я думаю есть у него в этом деле и он делал такое видео где рассказывал про доступные бюджетные 3d принтера да ё-моё именно после этого я остановил свой выбор на ender 3d заказал enter 3 версию про так вот у нас отвалилась крышка одним винтом она оказалась крепилась с той стороны вентилятор маленький 24 вольта 0 1 ампером здесь похоже что все надежно проклеена термосоплями разъемы вставлены проклеены все есть такие вот метки на них написано что куда идет и клеммники все вроде бы зажаты все уже установлена то есть сюда без необходимости лезть не придется все провода уже выведены просто их собираем корпус до конца подключаем провода и вперед на этой стороне железки у нас менее юсб разъем и разъем для micro sd карточки стоит контроллер от мега 1284 и кварц на 16 мегагерц так вот незамысловато на этом распаковку мы закончим соберу его и уже покажу если надеюсь все получится все запустится то покажу как он работает и как он выглядит сборе снял крышку все верно минвал производитель лрс 350 24 352 24 вольта максимальный ток 14 6 ампер напряжение 24 вольта есть возможность подстройки все уже подключена все провода на питание на выключатель и выведен вот контакт на подключение всей электроники ну скорее всего всей не знаю посмотрим там у нас вентилятор и не забываем обязательно на блоках питания который к вам приходит проверяем вот этот вот переключатель если он у вас есть чтобы стоял на напряжение 220 230 вольт по поводу отличия простой версии 3 от версии про так называемый есть вот такая статья на сайте 3d today в которой они и описаны коробки справа про слева обычная внутреннее устройство понятно первое отличие это вот этот профиль на котором расположен стол у версии про он в два раза шире и вот эта конструкция маленько по-другому выполнена суд это на версии обычной и вот это на версии про в два раза толще вот эта рама и но просто ролик здесь увеличена его длина обычная версия у версии про и добавлен вот этот ролик крепеж направляющих у обычной версии 2 у про версии 4 винта жесткая крепится на зажима гибкая крепится на магнитном основании так это на что одинаковые не одинаковые непонятно материнская плата у обычной версии вентилятор расположен вверх у про плата и вентилятор перевернуты и вентилятор расположен вниз потому что здесь когда отверстие вверх неудобно всякий мусор может него легко попасть в том числе металлический общий вид что здесь смотрим в общем то все одинаковое только вот это вот именно центральная направляющая блок питания это обычная версия эта версия про от фирмы минвал здесь безымянный какой-то ноут произвольный скажем так производитель у версии про это минвал все остальное одинаковое на этом все есть еще всякие обсуждения этих отличий и где-то здесь был довольно глупый комментарий которые человек не могу найти но видимо удалили покупал я вроде как в официальном магазине доставка была из россии пришло где-то за полторы недели доставляется до дома курьером тогда на момент видим что обычная версия что недоступна что ли это это они это именно товар выбраны на 3 pro сейчас я вам покажу обычное для сравнения давайте возьмем доставку из китая пусть будет и без филамента так эндер 3 12 900 с магнитом ну вот с магнитом ковриком как у меня 13000 рублей эндер 3 pro из китая так без стекла все почти 15000 рублей то есть примерно на 2000 дороже выходит версия про отличие вам сказал острой необходимости покупать именно версию про нет то есть на блок питания у вас также распространяется гарантия производителя но не она работает на алиэкспресс никогда после долгого времени по гарантии не обращался в той же самой статье здесь комментариях можете почитать что говорят переплачивать за версию про не стоит поэтому если вы хотите его купить и финансах ограничены то покупайте простую версию если вы ну как бы можете себе позволить добавить вот эти две тысячи рублей то покупайте версию про я купил доставка из россии эндер 3 pro без стекла ну то есть вот эта штатная комплектация и также без пластика мне он не нужен заказал 18 июня пришел он в субботу то где-то 29 июня из получаем 11 12 дней и вышел мне с учетом небольшой скидки 13 124 странного сейчас мы видим стоит он почти 15000 так что у нас по цене и видим по цене видим какую-то фигню судя по вот этому приложению что тут стоил аж 30000 ну вряд ли это такое было или может они периодически это делают не знаю ладно смотрите актуальную цену еще раз рекомендую канал дмитрия соркина это не реклама это просто ну рекомендация хорошего канала и здесь вот одно из последних видео как выбрать 3d принтер лучшей модели до 30000 именно там описаны некоторые такие бюджетные модели и их преимущества очень полезный канал по теме 3d принтеров также есть вот обзор этого самого принтера на этом все соберу посмотрим что из этого получится какое будет качество первой печати и потом поделюсь с вами своим мнением